Куда нужно жаловаться, если в квартире из крана течет грязная вода? Вы думаете жаловаться в вашу УК? Не совсем. Смотрите это видео до конца, и тогда у вас сложится понимание, как действовать в подобной ситуации. Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. В обязанности управляющей компании входит обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания людей в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг. Это регламентировано 161 статьей ЖК. А куда нужно жаловаться, если у жителей дома из крана течет грязная вода? Этот простой, казалось бы, вопрос дошел до Верховного Суда. Итак, жители одной из многоэтажек пожаловались в Роспотребнадзор на некачественную горячую воду. Там провели исследование и выяснилось, что вода не соответствует санитарным нормам. Как показала проведенная проверка, загрязнение происходило во внутренних разводящих сетях горячего водоснабжения, за содержание которых отвечает управляющая компания. Поэтому Роспотребнадзор оштрафовал ее за нарушение санитарных требований к воде по статье 6.5 Кодекса административных правонарушений. Но компания пожаловалась в суд и там штраф отменили, так как он был наложен неуполномоченным органом. УК нарушила обязанности по содержанию общедомового имущества, а это область контроля госжилинспекции. Она и должна была штрафовать, но по другой статье за нарушение лицензионных требований по статье 14.1.3 Кодекса административных правонарушений. Но Верховный суд решил так. УК предоставляет коммунальные услуги, обеспечивает граждан водой, а значит отвечает за ее качество в пределах внутридомовых коммуникаций. Поэтому Роспотребнадзор правомерно привлек ее к ответственности по указанной статье. Вывод. Жаловаться на плохую воду нужно непосредственно в Роспотребнадзор, а не в жилинспекцию. Ну, а я перехожу к теме номер 2. Жильцов расселенного дома обязали платить за воду. Что же решил суд? Дальше разберем эту ситуацию. А пока позволю себе прерваться. Друзья, еще больше новостей в нашем телеграм-канале приоритеты. Обязательно подпишитесь и следите за новостями в законодательстве. Идем дальше. Итак, водоканал ежемесячно выставлял счета за услуги холодного водоснабжения жителям одного из многоквартирных домов. И никаких вопросов это бы не вызывало, если бы одно но. Дом был официально признан аварийным, непригодным для проживания. И все жильцы из него давно съехали. Дом был отключен от центральных коммуникаций и холодного водоснабжения в том числе. Однако водоканал стал начислять плату за пользование водоразборной колонкой, которая находилась в 260 метрах от дома. Вот такое вот но. В своем отзыве на исковые заявления жильцов компания указала, что размер платы является в данном случае незначительным. Всего 252 рубля в месяц. Так что эта сумма не обременит жителей дома. Нормально так мотивировала Лука. И кто ей дал право решать, для кого эта сумма обременительная, а для кого нет. Лично мне непонятно. Напишите ваше мнение в комментариях. Однако поначалу им отказали в иске. Так как они не доказали, что обращались к ответчику с заявлением о перерасчете платы за воду в связи с их временным непроживанием в указанном доме. Но в касаться эти решения отменили. Указав, что ответчик в данном случае не доказал, что он фактически оказывал жильцам услугу, за которую требует с них плату. И доказательств того, что водоканал содержит водоразборную колонку, предназначенную для обслуживания дома ИСОВ, также представлено не было. Поэтому в итоге жильцов освободили от платы за воздух. Если видео было полезно, попрошу поддержать канал лайком. Не забудьте подписаться и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.